Всем привет! С вами снова Александр. Я хочу вам рассказать сегодня о чудесном, на мой взгляд, кресле от компании Daichi. Модель называется First 7. Сегодня мы с вами рассмотрим ее модификацию без Isofix. Скорее всего, следующим обзором выйдет обзор уже на кресло с другой платформой, с базой Isofix. У них отличий очень мало, но если интересно, сможете посмотреть. Но сегодня мы смотрим вариант чуть более бюджетный. В двух словах вообще немножечко про бренд скажу. Daichi это бренд, на мой взгляд, который достаточно сильно недооценен еще, по крайней мере, на российском рынке, потому что он предлагает вам действительно премиальное качество изготовления материалов, подход, посадка, крепления. За абсолютно демократичную цену. Если вот так пройтись по рынку, то вы, скорее всего, ничего не найдете за такие деньги в таком исполнении. Я вообще не знаю ничего такого. Обычно вот такое качество изготовления предлагают немецкие бренды популярные, в каких-то у них лимитированных или самых дорогих сериях за овербольшой прайс. Поэтому это предложение, на мой взгляд, уникальное на текущий момент на рынке. И я его смело рекомендую, даже не рассказав вам о нем. Но вы увидите это кресло в этом обзоре, поймете, что он действительно хорошее. Соответственно, это кресло у нас категории 0, 1, 2. Это с рождения до 6-7 лет приблизительно используется это кресло. Для новорожденного ребеночка здесь у нас есть чудесная система вкладышей, которая выравнивает спиночку, устанавливается оно как надо. Это вы тоже сейчас увидите. Давайте так, я вам сейчас покажу, как устанавливать кресло, а потом покажу уже само кресло и поговорим о нем. Для того, чтобы установить кресло, это вы часто спрашиваете, поэтому наглядно хочу вам показать. Его нужно полностью наклонить. Здесь на самом каркасе есть индикация, там первое положение в синей зоне. Это у нас против хода установка. Здесь все очень элементарно. Нам нужно всего лишь развернуть его против хода, взять ремень полностью, вытащить. Вытаскиваем ремень. Вот так вот. Просовываем его сзади. Вот он видно отсюда. Соответственно, туда вниз его прокидываем. Защелкиваем. Берем за верхний ремень, натягиваем, чтобы он прижал кресло. Хорошо натягиваем. Отпускаем здесь. С этой же стороны, смотрите, мы здесь натянули. Потом берем ремень. И здесь есть направляющий. С натяжителем проводим ремень сюда. От души натягиваем, как можем. И заводим ремень вот сюда. Соответственно, вот сейчас кресло стоит настолько фундаментально, что изофикс так не может плотно прижать кресло, как система с натяжителем ремня. После того, как появился вот этот натяжитель ремня, я не знаю, лучше кресло, чтобы ставилось, нигде не видел. Соответственно, вот так у нас против хода движения. Давайте я сейчас отстегну. И мы разберем с вами вариант крепления его по ходу движения. Для этого нам нужно посадить его. Развернуть по ходу движения. До 9 месяцев мы катаемся так. Потом разворачиваем. Как вот сейчас проводили, сзади у нас ремень. Соответственно, делаем абсолютно то же самое. Вот видите, ничего сложного. Точно так же все заводим. С этой стороны вы видите, ремень уже не в синей зоне, а в красной. Красная зона у нас уже по ходу движения. Дальше мы берем, соответственно, застегиваем. Оставляем ремешок как есть. И с этой стороны натягиваем ремень. Смотрите, берем от души, натягиваем. И проводим опять в этот натяжитель. Прижимаем, что есть силы. Все, закончили. Соответственно, это у нас самый-самый такой правильный способ крепления. Так, здесь у нас три положения. Вот это положение у нас самое максимальное. Я вам сейчас покажу. Вот положение наклона. Это наклон достаточный абсолютно для дальних дорог. Ребенок уснул, голова не свистла вперед. Это самое важное. По поводу посадки здесь все хорошо. Вот, кстати, тот самый вкладыш, о котором я говорил, для младенца. Он в правильной форме. Он выравнивает поясницу ребенка. И также у нас здесь есть вкладыш для головы ребенка. Он также демонтируется. И все. Соответственно, по ходу движения вот так мы установили. И ребенок пока что до 100 сантиметров будет пристегиваться у нас пятиточными ремнями. Потом, когда ребенок подрос, в ход вступает уже взрослый ремень. И кресло уже пристегивается с ремнем вместе с ребенком. Так работает 2-3 категории. Это не проблема в этом кресле, как многие обычно думают, что как ребенка вместе с креслом, оно уже его придает. Ну, в общем, фантазия у людей включается не в ту сторону. Вот. Это нормальное крепление. Так должно быть. Это капсула, которая защищает ребенка. И она также хорошо работает, если пристегивается вместе с ребенком. Это же не просто штука, которая придавила ребенка. Она проводится через специальные направляющие. Для этого они существуют, чтобы нагрузку на них, а не на ребенка оказывать. Поэтому фантазировать не нужно. Есть много-много, очень большой процент людей, кто начинает вот такую вот фигню говорить. Соответственно, все. Как взрослый человек себя пристегивает, вот так мы пристегиваемся только через направляющие. И кресло пристегивается вместе с ребенком. Уже в категории 2. Это когда уже там выше 100 сантиметров. Соответственно, вот и все. По креслу мне особо уже добавить нечего. Я в двух словах единственное подытожу. Мое мнение о кресле. Я уже вначале сказал, что этот бренд южнокорейский не сильно недооценен на российском рынке. Я считаю, это неправильно. Потому что европейскую сертификацию безопасности имеем. То бишь, детей доверять можно. Качество изготовления здесь просто вот там, где-то на самом высоком уровне. Потому что это топчик. Немцы всяких там в своих ограниченных сериях тоже делают похожие материалы. Но там прайс совершенно другой. 2, а то и чуть ли не 3 таких кресла можно приобрести за ценник по качеству схожим у топовых брендов. Соответственно, как бы тут мозги включаем. Времена тяжелые. Если мы хотим качество за адекватную цену, пожалуйста, внизу ссылка добавлена. Мир автокресел. Там посмотрите. Цена действительно классная. Посадка здесь отличная. Мы уже тысячу раз мерили детей в эти кресла. Все довольны. Всем нравятся материалы высший класс. Посадка отличная. По безопасности все хорошо. Здесь, кстати, что касается безопасности. Куча фишек фирменных использована. Дополнительная система при боковом ДТП фирменная. Здесь даже система есть, как она называется у них, яичное скорлупание. Так в скобках называют. Коча система прослойка, которая гасит колебания, вибрации. Сам каркас сделан из самого высокого качества материалов. Пластик тоже имеет там, как вот в золоте, классификацию. Это вот самый высокий уровень. А это очень важно. Пластик должен отпружинить, а не лопнуть, сломаться. Поэтому здесь все сделано прям топчик. Поэтому за эти деньги это просто халява. Надо бежать и брать, пока бренд новый и не раскрутился сильно на российском рынке. Вы купите топчик за маленькие деньги. Чуть позже 100% будет дорого. Это я уверен. В общем, ладно. Моя рекомендация прям обязательно к рассмотрению. Ваш выбор, естественно, за вами. Миру автокресел большое спасибо за предоставленный кресел на обзор. Вам же, если обзор понравился, ставьте свой царский лайк. Подписывайтесь на канал. Очень помогает это в развитии канала. И всего доброго вам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»